Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 января, день святого московского Петра, всей Руси чудотворца. Он родился в земле Волынской от благочестивых христианских родителей. Когда он был еще в утробе матери, у нее было видение, будто она держит на руках своих ангца, посреди рогов которого выросло густолиственное дерево, имеющее множество плодов и цветов. А посреди ветвей было множество свечей, светящих и издающих благоухания. Со временем он стал митрополитом Киевском и всея Руси. В народе этот день называли днем Петра полукорма. Такое название день получил потому, что считалась съеденная половина запасов на зиму. Чтобы защитить дом от злых сил, сегодня клали серебряный предмет на видное место, например, маленькую ложечку. Считалось, что после этого в течение года на пути не будут встречаться злые люди. Чтобы не болеть в течение года, сегодня надо умыться ключевой водой и произнести заговоров. Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня большое значение придавались нам. Если снится птица, то ждите удачу в делах. Если пища к бедности. Пить вино к удачам в любовных похождениях и романтических отношениях. Обниматься с кем-либо 3 января к расставанию, а видеть кровь во сне к приезду дальних родственников. Считалось, что плохой знак увидеть во сне мыло именно ночью 3 января. Это предвещала смерть. Приметы. Каков сегодняшний день, такова будет погода в сентябре. Если сегодня эхо разносится далеко, это к сильным морозам. Снега мало, а морозы сильны, лето будет засушливым и жарким. Если в эту пору морозы, то летом грозы. Вот так говорили. Сегодня никому нельзя желать здоровья и счастья. Согласно приметы, все случится с точностью до наоборот. Нельзя подглядывать и подслушивать. Можно лишиться зрения и слуха. Либо обрести связанные с ними болезни. Запрещено давать обещания и клятвы. Поднимать землелюбие ценности – это к худу. Если сегодня сделать оберег для оставшихся припасов, положив две лучины поверх зерна крест-накрест, его не тронут мыши и зернохватит до следующего урожая. Подходите к нам, выпивайте. Действительно, надо не спеша это все употреблять, плавненько, чтобы все хорошенько слюно смочилось. И если продукт полезен для организма, слюна брызжет. Правда. Представляете, какое пищеварение будет? А я хочу сказать… Кстати, действительно, я ощущаю, что выделяемые витамины В, это так полезно? Это невероятно полезно. Потому что мне даже как-то кололи вот это. Но это же лучше. Я думаю, что на следующем нашем завтраке я подробно вам расскажу о витаминах группы В, что они делают. И вот эти все витамины группы В оказываются не в кристаллическом виде, а в живом. А это, знаете, в тысячу раз сильнее. Мадежка, тебе задание. А я, кстати, пью витамин В, ну, в капсулах. Ну, в капсулах, знаете, это не то. Дело в том, что в основе жизни лежат ферменты. А ферменты, вы знаете, это продукты, очень быстро портятся. Вот. Как их сохранить? Поэтому их сохраняют витамины в виде каких-то сухих препаратов, которые, я бы сказал, особо не активны. Потому что к витамину надо добавить белок, углевод и еще что-то для того, чтобы он нормально работал. В искусственных… Сваивался, да? Да. В искусственных витаминах, оказывается, только имеется вот чистый витамин. А где остальное взять? Зато в натуральных витаминах имеется все для того, чтобы они сразу же заработали. Итак, сделаем действительно еще один целебный завтрак. И не один, а несколько. И вы опробуйте, и будете здороветь. И радоваться. Отлично. Спасибо, очень понравилось. Очень вкусно, Геннадий Петрович. Очень вкусно. Спасибо. На этом целебную кулинарию в семье надежды мы заканчиваем. До новых встреч. Во время приготовления целебных завтраков встает вопрос, как приготавливать проросшее зерно. Приготавливать зерно проросшее очень просто. Для этого вы его приобретаете на рынке. Приобретаете сразу ведро или пол ведра. Это вам хватит на семью из четырех человек, наверное, на полгода. Берете сразу много. Я, например, беру сразу чашку зерна. Хорошенько его мою. После этого я эту чашку заливаю водой. Вода над поверхностью зерна должна быть слоем полсантиметра, а то и сантиметр. Да и два, ничего страшного не будет. Зерно встает всю ночь. Вбирает себя в воду. Напитывает влагу. Утром я еще промываю дополнительно. Сливаю воду. Зерно уже набухшее. И это зерно без воды. Я просто-напросто чем-нибудь накрываю, а то даже и не накрываю. Ставлю при комнатной температуре в любое место, чтобы оно не мешалось. И смотрю, как правило, уже к концу этого дня зерно начинает прорастать. А если еще ночь пройдет, она обязательно прорастет у вас где-то на полмиллиметра, а то и миллиметр. В зависимости от качества зерна. Все, чтобы дальше оно не прорастало, я его помещаю в целлофановый пакет, всю чашку и ставлю в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. И там оно у меня, да, будет немножечко прорастать, потихонечку прорастать. Но зато оно там будет храниться до двух, а то и трех недель. Я каждый день, готовя завтрак, беру по горсточке этого зерна и использую для завтрака, для первых блюд, для салатов и прочее-прочее. Вот таким вот образом вы можете приготовить проросшее зерно легко, просто и в нужном вам количестве. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. В питании постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Продолжение следует...